это же было ваше решение вы его принимали когда тебе пациенты мешают работать тебе медицину идти не на вашей любимой офтальмологии насколько это действительно так они пришли обследовались и поняли что пока все хорошо возникает вопрос а как так а что так можно было а почему ты мне сынок об этом не сказал говорит она 15 лет назад в истории тюменской медицины открылась новая страница в областном центре заработал филиал екатеринбургского центра мнтк микрохирургия глаза мнтк кстати это межотраслевой научно-технический комплекс то есть нечто большее чем просто больницы или просто клиника эта программа интервью и в нашей студии сегодня генеральный директор екатеринбургского центра мнтк микрохирургия глаза заслуженный врач российской федерации главный офтальмолог свердловской области олег шиловских олег владимирович здравствуйте добрый день всем давайте сейчас перенесемся с вами на 15 лет назад в 2006 год в год открытия тюменского филиала это же было ваше решение вы его принимали ну конечно почему что лежало в основе этого решения какие мотивы мотивы те же самые что и филиалы в других городах крупных вокруг нас собственно есть пациенты тюменские они обращаются им неудобно все свои проблемы решать ехать там екатеринбург например то есть есть вещи которые можно на месте все решить особенно отсечь тех пациентов которым ну никакая помощь не нужна по сути то дело они пришли обследовались и поняли что пока все хорошо они совершенно здоровы это помощь то это помощь такие ответы нужны до нужны конечно и это можно сделать здесь на месте допустим кабинетная лазерная хирургия диабет полкома какая-то проблема с сетчаткой можно решить на месте можно решить на месте детский блок это амбулаторная плеоптика артоптика детская можно это на месте развернуть и решать на месте с обследованием с наблюдением с диспансеризацией для этого точно не надо ехать никуда это должно быть у дома значит и это было все вот организовано просто здесь и все и я думаю что очень адекватно если сейчас мы смотрим сколько пролечено много кстати ваши же слова да что у рейтинг клиники измеряется доверием пациентов вот рейтинг тюменского филиала в этом смысле каков ну вот я посмотрел полистал просто действительно какой-то итог думаю сколько они тут полечили попринимали вот смотрите цифра 55 тысяч детей пролечены ну прилично вообще очень даже даже по меркам вообще города тюмени тут конечно не только тюменцы может быть кто-то из области но все равно раз территориально в тюмени будьте уверены что большая часть 80 процентов как минимум это тюменцы вот это удобно удобно это близко близко значит качественно качественно то есть тем более мы запустили уже технологию которую придумали у себя когда-то эта технология называется школа зрения мы так и назвали детская да когда по сути дела мы превратили лечение в игру это ты приходишь в эти блоки детские особенно вот детские новые поликлиники в екатеринбурге глазные которые мы сделали ты приходишь туда как в досуговый центр то есть здесь не пахнет больницы на больницу не похоже совершенно и вообще эта игра не лечение развлечения предлагают а еще более по сути дела да и вот это было все реализовано в тюмени в том числе хорошо помог здорово вообще мне еще интересно доктора врачи специалисты нашего филиала это кто это умудренный опытом специалисты это молодые это тюменский или вы со всей страны собираете и как вы их отбираете а нет конечно то есть мы начинаем когда мы ищем на месте то есть если нужно 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 какое-то обучение то есть она как правило нужно проводим это все на своей базе внимательно потом затем были доктора которые пришли к нам но после школьной скамеи так скажем после после участками после университета они пошли к нам там в ординатуру например или они ординатуру проходили здесь на месте тюменскую потом пошли на после диплом на обучение к нам но все по-разному на самом деле но здесь филиале работают тюменцы он трудно туда на работу устроиться как вы их отбираете я бы не сказал в общем по человеческим качествам на человека конечно по человеческим качествам и по желанию конечно потому что когда есть нормальный человеческий стержень и огромное желание работать специальности я думаю для этих качеств они являются все остальное определяющим вот когда доктор любит людей это самое главное качество для врача мы говорим об успешности работы вот в чем вы видите главная составляющая этого успеха это супер современная супер технологичная начинка которая конечно центре мнтк микрохирургии глаза славятся или все-таки это человек человечество фактор если честно я сейчас недоволен тюменской базы потому что не потому что они плохо работают а потому что они переросли себя то есть могут больше нужен импульс другой совершенно в развитии поэтому мы сейчас заняты как раз этой темой и мы построим все-таки новую клинику в тюмени уже с полным циклом хирургии вот та база которая мы сейчас занимаем ее мы ее оставим но она будет чисто детской я думаю вот все взрослые переедут большие большие планы и задачи и другие то есть вот сегодня мы думаем именно об этом поэтому мне как-то вот уже до 15 лет и все здорово хорошо значит тюменцы знают что есть эту помощь можно получить что можно поехать в екатеринбург прооперироваться и оперируем едут но вот сегодня мысли они в другом и другой плоскости вот эти вы едут в екатеринбург как быстро вообще сложные пациенты из тюмени попадает в екатеринбург долго ли им ждать дорого ли это 100 очень быстро очень быстро вот и самое главное что они имеют на руках красивое приглашение с датой сегодня поехали и поле и прооперировалась вернулись мало того на 4 работают программа госгарантий вы знаете да мы каждый имеет полис медицинского страхования и взаиморасчет и между областями и в общем а слушайте значит ли это что вот я у меня есть необходимость проверить зрение ребенку там комплексное обследование пройти у меня есть полис ум с и я могу свободно прийти в тюменский филиал пройти это обследование по полису мы с конечно серьезно так тут посмотрите если брать тюменский филиал то 80 процентов пациентов идут в программе госгарантий бесплатно это абсолютно доступно другой вопрос что все сейчас говорят камка вид к вид к вид там куча вот жалоб совершенно смотришь характер жалоб какой он сегодня я не могу дозвониться значит я там вот долго жду там еще чё-то но люди как-то вроде бы они понимают что к вида но вроде бы они как отключаются от этой проблемы где-то там а я ничего да а а сотрудники мы оперировали прошлую неделю каждую линейку встает заведующий опер блоком и говорит ребята на операционную чуть позже заходим 10 человек сестер операционных на больничном листе значит мы задерживаемся операционный день удлиняется пациенты чуть дольше ждут ну да но даже когда все хирурги на месте но не хватает 10 сестер я не могу делать сестринскую работу я не могу укладывать пациента на стол там накрывать обрабатывать и так далее это все это все удлиняет но люди почему-то так сказать они как-то вот вроде как пандемия но вот она где-то там вот здесь а здесь значит у вас страдает сервис признаю он страдает а где не страдает сегодня в данной ситуации скорую мы долго ждем ребята побойтесь бога там не спят не едят люди на этой скорой надо же как-то в общем это какое-то понимание должно быть есть у нас такое что мы думаем только себе собственном удобстве о собственном комфорте и совершенно конечно люди там не отдыхают падают с ног валятся мало того бригад меньше болеют сами то есть ну вот как как из этой ситуации есть такое убеждение довольно стойко на мой взгляд что если ты хочешь получить качественную медицинскую помощь то во-первых она будет дорогой а во-вторых за ней лучше поехать куда-нибудь в германию в израиле может быть куда-нибудь подальше вот в вашей любимой офтальмологии насколько это действительно так вообще не так заглазным и заглазными операциями за рубеж не ездит в офтальмологии на втором я говорю за вы знаете это благодаря на на всем правильно и на и на большая благодарность это святослав николаевичу федорову конечно свое время потому что был такой гигантский рывок совершен офтальмологии с его подачи свое время и был организован восемьдесят шестом году комплекс микрохирургия глаза который стал в общем-то стержнем в стране современной офтальмохирургии и понятно что все остальные офтальмологи институты я сейчас говорю об офтальмохирургии они конечно стали тянуться собственно за этим и и благодаря собственно этому сегодня в целом офтальмохирургия в стране она на очень приличном таком уровне находится то есть мы говорим со своими западными коллегами абсолютно на одном языке то есть мы говорим и все то что доступно там доступно у нас и это совершенно могут вот смотрите катеринбургский центр ментакомикрохирургия глаза все-таки коммерческое предприятие это акционерное общество не на и общество задачи акционерного общества зарабатывать деньги задачи пациентов несколько другие вот как удается уравновесить интересы бизнеса и интересы пациентов которые часто нужно пересечь вот мы уже с вами затронули так сказать тему врачевание отчасти да то есть надо первое любить людей когда пациенты или где если честно а это все взаимосвязано на самом деле когда тебе пациенты мешают работать тебе медицину идти не надо больше бы какая-то очень часто абсолютно то есть вы понимаете что я говорю так сказать о жизни просто потом зарабатывать деньги ну да действительно в общем но я вам должен сказать что бесплатных операций ведь нет нигде то есть мы являемся каким-то нонсенсом вообще на будем так ведь в палитре медицинских организаций потому что являясь частной медицинской организацией мы 25 тысяч ежегодно делаем бесплатных операций то есть в рамках программы госгарантий это самая большая цифра даже государственные больницы столько не делал столько не делают поэтому мы являемся самыми большими с точки зрения оказания бесплатной помощи для людей для пациентов являясь коммерческой организации вторая половина да это коммерческие операции совершенно правильно они есть но эти коммерческие операции они есть в государственных больницах тоже то есть в этом нет никакого противоречия абсолютно то есть в первую очередь чем должны отличаться эти виды помощи это сервис я хочу отдельную палату пожалуйста я хочу отдельный блок и готов для диагностики я хочу вот это вот это и вот это окей есть вещи которые и виды помощи которые не входят в территориальную программу госгарантий их нельзя получить по полису обязательно медицинского страхования эти виды помощи пожалуйста вы получаете платно никакого противоречия здесь нет абсолютно возвращаясь к юбилею тиминского филиала он был отмечен проведение научно-практической конференции они банкетом как это обычно бывает в юбилейных случаях банкет обязательно нужен но после научно-технической конференции ведь некоторые просто одним банкетом ограничивается правда на конференцию забудут а если банкет был плохой его будут всегда конференция была неудачной в целом у вас был и банкет и банкет и конференцию разумеет причем конференция была весь в очном у вас формате почему не в онлайне пришлось же требования соблюдать всех там наверно почему онлайн тоже легко быстро понятно и это правда то есть мы научились работать онлайн но драйва от этого никакого нет абсолютно я не люблю читать лекцию онлайн для меня это равносильно как бы сравнить а то все но что сахар лизать через стекло абсолютно то есть я не ощущаю не аудиторию не вот этого контакта с ними я не вижу и глаз я не понимаю интересно или нет вот это или до или там вот еще чего-то на онлайн-конференциях вот пишите в чат вопросы я подумал я бы написал кому-нибудь в чат вопросы или нету подушу нет пожалуй что я бы не написал и вот они пишут эти вопросы а вот этого собственно сражения между так сказать монстрами да вот вот этого нет а это же самый то вот это вот это вот когда ты можешь с коллегами равными себе так сказать вот поспорить просто а это вот это нет это это совершенно не живая штука абсолютно поэтому я за то чтобы были у всех квер-коды пцр все в масках зашли сделали паре и разошлись окей все получается 5 то есть я думаю что надо учиться жить в этом пространстве сегодня нам не один год еще хлебать эту пандемию я думаю и давайте уже будем жить я за это будем жить и будем в нашей жизни хорошо видеть спасибо вам большое спасибо всем друзья это была программа интервью спасибо вам за внимание и до встречи в эфире спасибо вам я за просмотрю Продолжение следует...